Друзья, всем привет. По две стороны Атлантического океана хотел бы я сказать, но это будет не очень точно. Меня зовут Евгений Бычков, мою коллегу, вот эту красавицу зовут Алла Кадыш. Мы представляем Радио Плюс Торонто, русская радиостанция, а также сайт RussianBig.ca. А вот по другую сторону Зума с нами Петр Мостовой, знаменитый кинорежиссер, документалист, он сейчас в Израиле. И Алла, пожалуйста, уточни, потому что я путаюсь в формулировках. Значит, у нас предстоит фестиваль еврейского кино, да? Ну вот чтобы я ничего запутал, давай ты сейчас скажи, а потом мы с Петром поговорим, поздороваемся и приступим, собственно, к беседе. Давай, Алла, начинай. Это знаменитый фестиваль, который проходит в Торонто каждый год. Торонто Jewish Film Festival. Женя, как же ты не в курсе по поводу нашего любимого фестиваля. Я не настолько, не настолько моя еврейская половина точно умеет формулировать, просто как твоя. Продолжай. Хорошо. Так это известный фестиваль, который проходит в Торонто каждый год, но в этом году из-за COVID он проходит виртуально, поэтому интервью все берутся у людей, вот так вот, как мы, через Zoom. И фильм Петра Мостового демонстрируется в рамках этого фестиваля, но его, он совместно, ко-презентером является русский фестиваль в Торонто. Торонто Russian Film Festival, TRFF. Вот мы вроде представляем их. Да, и фильм, который будет у нас представлен в рамках вот этого всего, называется «Красный шарф», который мы, конечно же, не посмотрели, но, конечно, мы, конечно… Я, конечно же, посмотрела, Женя. Ах, ты посмотрела, да? Окей, хорошо, значит, ты нашла какие-то пути. Я посмотрел только трейлер, но я посмотрел многие другие фильмы, которые есть на YouTube-канале Петра Мостового. И, наконец, уже надо представить нашего гостя. Петр, приветствую вас. Добрый день, добрый день. У вас утро, у нас день. Да, 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 да. Ну, с чего начать? Я, поскольку, если можно, да, посмотрела фильм, я вот хотела сказать, что я сразу поняла, посмотрев этот фильм, почему Петра Мостового не взлюбила КГБ. Потому что фильм концентрируется на ярких индивидуальностях. Вот этот глаз режиссера, который увидел, что люди все разные, что они все индивидуальные. КГБ же давило на коллективность. В Советском Союзе самое главное – это было коллектив. А тут яркие индивидуальности, яркие люди, которые он показывает, эти лица все. Особенно мне понравилась, Петр, фраза в фильме, когда вы говорите, что там показаны отрывки из фильма «Маринина житье», и вы говорите, что Советский Союз породил лживое общество, но самых прекрасных и искренних женщин. И вот это прямо видно. То есть вы человек, который, я так понимаю, любит людей, потому что иначе это невозможно было все увидеть. Так. Это мне вопрос? Да, а любите ли вы людей? Действительно ли вы любите людей? Или это такая была находка режиссерская? Нет, ну вы понимаете, что значит «любите людей»? Я, вообще, большинство моих фильмов действительно рассказывают о людях, о конкретных людях. И моя, как бы, задача режиссера, чтобы люди, которые будут смотреть, тоже их полюбили, как и я. Потому что я всегда снимаю людей, которые мне, как бы, близки духовно. Даже не то, чтобы духовно, но, в общем, я испытываю симпатию к этим людям. Вот когда я снимал фильм «Взгляните на лицо» в Эрмитаже, я из сотен посетителей, которые приходили к картине Леонарда Винча и Мадонна Литта, я должен был выбрать тех людей, которые, как бы, чувствовали эту картину. И это должно было было видно на их лицах. И поэтому я, если я чувствовал человеку какое-то расположение симпатию, который шел в картине, шел в кинокамере, я его снимал. А если у меня ничего не происходило со мной в моей душе, в моем сердце, значит, я его не снимал. И вообще, если посмотреть все мои, ну, не все, но большинство моих фильмов, это фильм, это люди крупным планом, так бы я сказал. То есть это рассказ о людях, понимаете. Это документальное кино сегодня, оно стало очень во многом изменением техники, так сказать, видео появилось. Можно снимать хоть целые сутки. И поэтому кино очень стало информационным. Много интересного, но мало что задевает и оставляет какой-то осадок в твоей душе. Поэтому, значит, задача режиссера, мне кажется, это такая, чтобы те люди, которые на экране, они должны волновать тех, которые на них смотрят. Ну, вот это видно, что это через все ваше творчество прошло, потому что фильм-сцена, вот это мы с Женей уже вместе посмотрели, там точно так же. Вы концентрируетесь на людях, они все разные. Кто-то профессиональный, кто-то совершенно нет. То есть человек, совершенно не умеющий владеть каким-то мастерством актерским. И при этом все равно вы испытываете симпатию к этим людям, потому что вы их так показываете. А вы не разочаровались вот за все вот это время в людях? Не было такого? Разочаровался в чем? В людях. В людях? В людях, что люди на самом деле не такие. Вы их показываете красивыми и интересными, и яркими. Дело в том, что ведь я показываю только какой-то определенных людей, не показываю всех подряд. Значит, я выбираю тех, кому я чувствую расположение. И точно так же в фильме-сцена передо мной прошло 152 человека. А в фильме я показана, ну, там, не знаю, может быть, 20. И тех, кого я отобрал для того, чтобы дальше с ними делать это представление, кабаре. Эти люди, которым я испытывал что-то, они мне были как-то близки, какое-то расположение к ним я испытывал. Поэтому я их отобрал. А было 150, а я отобрал 20. Так что я как бы испытываю к людям какое-то доброе чувство, но не обязательно ко всем. Очень много есть людей, которые как бы отрицательное поле имеют по отношению ко мне. И я их не выбираю. Но вот Алла права абсолютно в том смысле. Алла вообще права всегда, но в том числе и в том смысле, что у вас позитив. У вас ощущается позитив, даже когда вы говорите и рассказываете о вполне драматичных и, в общем, грустных вещах. Скажите, вы это, вот в частности, красный шарф, да? Вот который будет представлен здесь, в Торонто. Вы же основывали его на каких-то личных моментах. То есть вы сами через это проходили в свое время. Другими словами, вы были бы стилягой, Петр. Красный шарф – это рассказ о жизни страны, но только на основе каких-то событий конкретного человека. Это не вообще, то есть можно сделать фильм, где будут там демонстрации, где будут там, ну, не знаю, события такие общественные. А это, красный шарф – это рассказ о том, как мы жили, на основе моей жизни, на основе моих событий. Но это фильм не обо мне. Это фильм не о том, как я жил. Да, но за этим мне хотелось показать, как жила страна, люди, как жили, на основе моих событий, моей жизни, да, действительно. То есть вы проходили через это все? Это все, что там есть, это правда, Женя. Все события, которые там есть, это правда. Мне вот, там есть такой эпизод, после того, как мы сняли фильм «В Эрмитаже», взгляните на лицо, значит, нам предложили, ну, это в фильме надо посмотреть, в фильме нам предложили снять такой же фильм «Музей Ленина». Ленина, понимаете, «Музей Ленина», но, значит, они предложили нам снять, если в «В Эрмитаже» люди смотрят на картину Леонаро да Винчи «Мадонна Литта», классика изобразительного искусства, то в «Музее Ленина» нам предложили снять о том, как люди смотрят на пальто Ленина, в котором он был, когда в него стреляли. Вот, но мы отказались, мы не стали снимать этот фильм. Ах, вот это жалко, вот это могла быть совершенно другая противоположность, да, понимаете? Но многие люди говорят, да, это вы придумали, вот эта история с пальто, неужели они были такие чудаки на букву «М», что они предлагали вам снять фильм, как люди смотрят на пальто? Было это стопроцентное. Вообще в этом фильме ничего не придумано. Конечно, это художественный рассказ о том, как это было в фильме, это не чисто документальный фильм. То есть он документальный в том смысле, что все события – это были, и все слова, которые там говорили какие-то чиновники, начальники, это так и было. Ну, там Ренактин просто, да. В этом фильме я использовал разные жанры, там есть актерские сцены, потому что у меня не было кадров в хронике, как партийные начальники крупные, значит, как они разговаривали со мной. Я это воплотил в актерах. Там есть анимация, потому что были кадры, которых у меня как бы нет, то есть это событие было, а кадров снятых нет. Поэтому я это воплотил через анимацию. Петр, а я вот как раз хотела спросить по поводу хроники, потому что там есть замечательные куски, которые вот именно лица человеческие. Это вся хроника из ваших старых предыдущих фильмов? Большинство, да. Все, что связано с лицами, это, конечно, мои съемки. Но какие-то виды Ленинграда 60-х годов, это мы брали, нашли хронику эту. Ну, в общем, в основном это все кадры моих фильмов использованы. А вот Женя, по поводу позитива, я тоже обратила внимание, что, может быть, потому что это была оттепель в тот момент, вот эта ваша молодость, потому что там прям брызжет такой энергии позитивной вот это начало. Несмотря на то, что вы рассказываете, как оно там, вас арестовали, и тем не менее, вот это вот какой-то, не знаю, мне казалось, что это связано просто с любовью к людям, которые вас в этот момент окружали. Может быть, это действительно общая атмосфера была, оттепель такая? Вы знаете, оттепель кончилась, когда я пришел уже работать на студии, оттепель уже не было никакой. Оттепель кончилась, когда сместили Хрущева в 64-м году, а я пришел на студию в январе 66-го года. Правда, перед этим я снимал любительский фильм о Нинградских белых ночах. Но это просто, наверное, с одной стороны, это мой характер такой, я так вижу мир, во-первых. Во-вторых, действительно была молодость и верилось в то, что все будет прекрасно, что жизнь – это праздник. Мне всегда казалось, что жизнь – это праздник, но не сегодня, так завтра, но он обязательно случится. Вот вам удалось это передать. Этот праздник, мне кажется, он всегда был со мной, так или иначе. И когда мы ехали сюда, в Израиль, ну, все говорили, ну, непонятно, чего ты туда едешь, что ты там будешь делать? Ты тут большая часть прошла в Советском Союзе. Мне казалось, все равно там тоже будет хорошо. Если не было хорошо в Советском Союзе, так или иначе, несмотря на то, что там меня, так сказать, нас не арестовали, а нас допрашивали в КГБ, потому что мы там как бы по их понятиям вышли с плакатами, но не политическими плакатами, а рекламными. И за это нас исключили из института, что было очень как бы тяжело было это перенести. Вообще в фильме сейчас смотришь, и все как бы весело. Все так смешно и весело. А на самом деле это было очень непросто. Когда меня исключили из института и собирались, я проучился пять лет, и уже должен был защитить диплом, и тут меня исключают. Мало этого, меня стали засыпать повестками, я от них прятался, вызывать военкомат, чтобы сразу отправить на флот на четыре года. Так что это все было, все было невесело. А на фильме уже прошло, уже на это смотрю более, так сказать. Ну, мы тоже родились с Женей в Советском Союзе, и мы что-то, конечно, помним, как было. Когда не весело, мы хорошо помним тоже. У меня веселые молодежные годы совпали с самым началом 70-х. То есть это немножко позже вас, чуть-чуть. Я это очень ярко помню. Но в отличие от вас, я-то жил, ну, по тогдашним понятиям, это все-таки провинция, это Алма-Ата, это Казахстан. То есть до нас, если доходили какие-то громкие вещи, то уже в качестве, ну, канонады такой отдаленной, знаете. А вы же были в центре всего вообще. И потом, насколько я знаю, Ленинград, в принципе, был городом довольно антисемитским, насколько я понимаю, насколько я представляю. И у вас и с этим были еще проблемы, да? Я понимаю, в чем дело. Я не могу сказать сейчас, что я чувствовал... То есть, конечно, я чувствовал всегда, что я еврей. Были люди, которые были настроены очень антисемитски. Было это. Но в целом, в целом, значит, если так разобраться, я поступил сначала, когда я окончил школу, я поступил на физический факультет ЛИТИ, Ленинградского электротехнического института. И у нас в группе, которая была там 20, может быть, 5 человек, 5 человек были евреи. Вот как? Вот антисемиты, антисемиты. Во-первых. Во-вторых, в кино вообще много работало евреев, так сказать. И поэтому, как бы, меня взяли на студию. Правда, это зависит от конкретных людей. Директор студии в Ленинграде был очень человек, как бы очень настроенный к молодым, очень щедрый душит человек. И меня, он взял меня, я пришел, я у меня не было, я поступил в АВГИК, но впереди еще надо было 5 лет в АВГИК учиться. Он меня взял, и я работал на студии практически с самого начала и стал снимать сначала как оператор, а потом как режиссер. Ага. Так что вот такие были люди. Вот, например, я поступал первый раз в АВГИК, у меня был проходной бал, но меня не взяли, потому что было два еврейских юношек. Я и еще один. Взяли его, потому что процентная норма можно было взять от только одного еврея на курс. А это мы помним тоже. Только одного еврея, да. Я это тоже помню. А этот человек, которого взяли, вы с ним как-то, вы знаете, кто это? Помните? Я знаю, кто это, да. Но он так и не стал никем, понимаете? Вот его взяли, он учился, да. Но он так и не стал никем, так у него не получилось, не знаю, да. Ну, правда, понимаете, было, например, я работал уже в Москве на Центральной студии документальных фильмов и начал снимать фильм. И это бывает, конечно, редко, но бывает. Оператор, с которым я снимал фильм, написал в партком студии, что Мостовой, то есть я, снимает сионистский фильм. Почему? Потому что одна из героинь фильма, девочка, была, на его взгляд, еврейка. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, была ли она еврейка. Он написал, режиссер еврей снимает еврейку. Сионистский фильм. И там целый был разбор. Но, правда, как-то чудом меня оставили на картине, и я закончил этот фильм. Так что вот это тоже большие переживания, когда тебя обвиняют в сионизме, хотя к этому я никакого отношения не имел, понимаете? Ну, вот это как раз вот в этом фильме «Красный шарф» очень хорошо показано, что вот на фоне всего этого такой жизнеутверждающей какой-то линии, да, есть, естественно, есть вот эти вкрапления, есть моменты, вот эта советская действительность, которая все время влезает в вот эту жизнерадостную как бы атмосферу, да, вот эта советская действительность, тут КГБ, а там доносчик. Да, это было, и когда я переехал в Москву, и как раз это было после, ну, уже после шестидневной, уже прошло какое-то время, но меня не брали в Москве, не брали ни на одну студию, потому что было такое тоже решение закрытое, евреев не увольнять, не принимать, не продвигать, все. Я приехал в Москву уже человеку, у которого были фильмы, награды на международных фестивалях, все равно меня никуда не брали, я не мог, года четыре я не снимал кино. А расскажите немножко про Израиль, когда вы приехали, потому что это как раз все наоборот, да, там были евреи, там были с этими проблемы, а сюда приехали в Израиле все русские и другие, как бы, проблемы, да, все евреи, поэтому, как бы, теперь уже ты стал русским. Я не знаю, понимаете, Израиль для меня, конечно, была новая страна. Я перед тем, как переехал уже совсем, мы приехали с семьей тут жить, я был в Израиле на съемках фильма, я сделал такой фильм, одна из многих блуждающих звезд о судьбе еврейки, которая жила в России, потом приехала в Израиль, потом снова вернулась, вернулась уже в Советский Союз, а потом снова приехала в Израиль. И я был на съемках здесь, а потом, когда я приехал после съемок в Москву, я сказал, вы знаете, вот я, как-то так получилось, что меня лет 20 вообще никуда не выпускали. В фильме «Красный шар» сказано почему, так что надо посмотреть фильм. Мне не пускали за границу, в капиталистические страны, так скажем. А потом, когда случилась перестройка, изменилось, и я буквально там что-то раз в 30 выехал за границу, самые разные страны, на съемки, на всякие конференции, ну, в общем, очень изменилось. И когда я вернулся из Израиля, я сказал, я сказал дома жене, там, я говорю, ты знаешь, такие, какой-то атмосферы доброжелательности, как-то люди друг к другу, нет этой злости, которая в это время была в России. Но сказать, чтобы тут при... Да, я приехал, я был, такая была создана теплица для работников кино и телевидения, в которой, значит, было 30 человек, я в том числе, и там, значит, нас готовили, рассказывали, как в Израиле устроено кино и телевидение. И там, в этой теплице, я, значит, было в конце, сказали, а теперь каждый из вас может снять фильм. Ну, из 30 человек только 7 человек сняли фильмы, я в том числе, и фильм, это был 5 минут. Я снимал в аэропорту Бен-Гурион, как работает таможня. Кстати, в фильме «Красный шарф» первые кадры, это кадры из этого фильма. Да. Ну, значит, я снял этот фильм, а перед этим я снял в Москве на телевидении вместе с моим коллегой Павлом Коганом. Мы сняли два художественных фильма, один из них 5-серийный. И вот когда я в Израиле, значит, сделал 5-минутный фильм, значит, казалось бы, за мою спину... Я привез, правда, там около 10-серийных фильмов, сделанных в Советском Союзе, с переводом на английский язык. Но за это... Но и не тогда, и не сейчас никто ни разу не попросил меня показать свои фильмы. Единственное, моя коллега, режиссер Лина Чаплина, которая уже в Израиле живет гораздо больше, чем я, но мы знакомы еще по Советскому Союзу, она сказала, знаешь что, русские, российские фильмы, советские, не знаю, как сказать, в Израиле не любят. Они скучные и длинные. Так что никому не показывают. Никому не показывают. Его, значит, вдруг... Это уже я в этой теплице, в этой был, и потом вдруг Лина говорит, знаешь, что ищет режиссера на израильском телевидении, чтобы снять фильм о музыкальном фестивале камерной музыки. Уже 10 раз это снимали, и никто из режиссеров местных не хочет больше это снимать. Ты готов это снимать? Я говорю, ну, я готов что угодно снимать. Я, кстати, много рекламы делал здесь тоже. Ну, короче, я говорю, а что, как же мне представить себя продюсеру, который ищет этого режиссера? Я говорю, я у меня с собой сделал около 10 фильмов с переводом на английский язык. Она говорит, ни в коем случае. Вот тогда она сказала, здесь русские фильмы не любят, потому что они длинные и скучные. А что у тебя здесь есть что-то? Именно здесь. Потому что, когда приезжали из Советского Союза, многие говорили, я работал с Тарковским, я с Феллини, то есть там про себя рассказывали, а на самом деле много ничего и не умели некоторые. Я говорю, ну, у меня есть пятиминутный фильм про таможню в аэропорту. Он говорит, о, все замечательно, это и покажи. Я показал продюсеру, значит, этот пятиминутный фильм. Он сказал, я тебя беру. И через день уже мы поехали на съемки, хотя я не знал ни слова на иврите. Но со мной поехал режиссер, муж Лины, Слава Чаплин. И он первые там два-три дня был со мной, он был переводчиком, как бы, чтобы я мог общаться со съемочной группой. Потом он уехал, и я уже стал болтыхаться сам. И все, я снял этот фильм, который называется «Бах в сандалиях». Бах – это композитор. «Сандалия» – это потому что в Кибуце проходил этот фестиваль. И этот фильм стал как бы моей визитной. Не мои фильмы, снятые в Советском Союзе, награды. Я получил золотого дракона в Кракове, золотую медаль в Ляйцеге. Я был такой с наградами режиссер. Но это никто не хотел не слушать. Но вот я показал сначала пятиминутку в аэропорту, снятый, и вот этот фильм «Бах в сандалиях». И после этого я начал работать на телевидении как тележурналист. Потом, значит, как-то остыло внимание к приехавшему из Советского Союзе постепенно. И уже как бы не стало там работы, и я стал заниматься рекламой. Я делал рекламу. Ну, в общем, а потом я снял свой фильм «Сцена». Да. А это уже «Чисный израильский». Да, а это уже «Чисный израильский». Да, потом, после этого, этого фильма, первое время я как-то так, в общем, наслаждался тем, что всем фильм нравился, и все говорили, ой, как замечательно, и интересно, и все так очень хорошо отзывались. Но вот прошло время, и надо как было бы дальше что-то снимать. Ну, и как бы, я не знаю, вдруг мне там предложили, есть один артист в Израиле, он артист и поет, и драматический. Ну, такой уже в возрасте. А его сын, у него студия своя в Санкт-Петербурге. Мне говорят, вот надо про этого артиста. Ну, я поговорил, и вместе с моим коллегой Володей Бейдером, который автор сценария «Красного шарфа», мы написали сценарий про этого артиста. Очень, мне кажется, неплохой. Но его сын, который на студии, в которой мы должны были делать этот фильм, все откладывал, «Вот сейчас нет денег, сейчас то, все три». Короче, это длилось там что-то год-полтора. И я в конце концов сказал «Все, спасибо, мы больше никаких дел не имеем». И я так подумал, но если я собирался снимать про… И написали мы хороший сценарий про актера, то почему нельзя снять фильм про режиссера? Да про себя в том числе. Тем более, кто лучше меня знает то, что я сделал, что я чувствовал, что я переживал. И в это время, значит, был какой-то объявлен конкурс. Тут как? Если, например, какой-то фонд объявляет подачу, так называемую, то ты приходишь и подаешь то, что ты хочешь снять, заявку на свой фильм. И была заявка. Значит, и была такая подача в фонде для режиссеров, которые работают в кино больше 30 лет. Вот я как раз был такой режиссер. Мы подали эту заявку на фильм, то, что потом стало красным шарфом. Но долго что-то они… И я еще тогда не очень понимал, чего я хочу. Короче говоря, это тянулось, тянулось. И что самое главное, раньше как было? Ты написал свою идею на бумаге, красиво изложил и подаешь. А последнее время было так. Если ты хочешь снять фильм, написал на бумаге красиво, ты молодец, но ты покажи, как ты это снимешь. Сними один-два эпизода. И после этого тогда будут решать, давать тебе деньги или не давать. И, значит, стало ясно, что надо снимать эпизоды, а ничего нет. И тут я проявил, как говорится, свое режиссерское умение. Я уговорил, уговорил оператора, актера, художника-мультипликатора, аниматора. В общем, я им всем сказал, друзья, вот давайте мы сейчас снимем эпизод. Если это пройдет, мы все будем работать на фильме, уже нормально работать с деньгами. Сейчас денег нет. Просто как комсомольцы, добровольцы, мы должны сделать. А если это получится, и нас примут, значит, дальше будем снимать кино. И вот таким образом мы сняли эпизод допрос в КГБ. Вот этот допрос, это было снято еще до того, как фильм был готов. А вот эта вот барахолка, это было нарисовано художником и оживлено аниматором, тоже вот тогда еще, когда еще фильма не было. И вот так появилось уже то, что можно показать. И вот первый канал израильского телевидения, то, что потом превратилось в КАН, телерадиоконцерн КАН, они вдруг заинтересовались и все удивлялись. Надо же, российский, русский, ну, в кавычках, режиссер, история про русских. И первый канал берет такой фильм, что это необыкновенно, неудивительно было. Обычно любят снимать. Еврейка влюбилась в араба, там где-то война, но что-то такое, про жизнь, которая здесь имеет свои, как говорится, картинки. Да. И вдруг про это. А вот вдруг первый канал сказал, да, давайте. И все, и мы начали работать. Это было начало 19-го года. 19-й год, и половину 20-го мы делали. Половину 20-го мы закончили, и началась пандемия, это коронавирус. И поэтому все показы, просмотры, все съехало. и премьера фильма была в декабре прошлого года. Но дело в том, что фильм был, конечно, это Израильский фильм, он был на иврите. Все, весь текст, все на иврите. И все прошло, все было хорошо, но я подумал, что есть много людей, которые, значит, не знают хорошо иврит. Ну, то есть, может быть, даже знают, но, понимаете, важны нюансы, которые есть. И они могут их не понимают. Я сделал вариант на русском языке. И то, что будет, кстати, Торонто... Вы переозвучили это все? Нет, нет, не надо переозвучить. В фильме есть автор, который рассказывает. В варианте первым, еврейском, рассказываю, не я рассказываю, потому что у меня нет такого хорошего произношения. Актер вместо меня рассказывает на иврите. А в русском варианте я сам рассказываю. Это мой голос и моя история вся. И, значит, на фестивале, и вот в Торонто будет фильм на русском языке с английскими субтитрами. То есть, так как и принято на любом фестивале, фильм должен быть с английскими субтитрами на родном языке. Ну, там вот очень удачная находка с этой мультипликацией. Там очень здорово все это выглядит. Поэтому я не удивляюсь, что им так понравилось, что они вас взяли на первый канал. А скажите мне такое, мне было очень интересно, когда там мультипликации, что вы с контрабасом в трамвае. Да, это тоже, понимаете, это все мои личные истории. Я действительно, во-первых, я окончил музыкальную школу на скрипке. Но потом, когда я уже учился в Лэйти, и когда я увлекался джазом, уже тогда разрешили джаз, то я научился, в институте был контрабас. И я как скрипача научился на контрабасе играть. И потом уже, когда я кончил институт, я еще пять лет работал научным сотрудником в НИИ, но деньги были очень маленькие, очень маленькие. И организовался оркестр, и мне предложили быть контрабасистом. Я купил контрабас даже. Но вы представьте, вот где-то мы играли на всяких танцах, вот где-то идет, так сказать, вечер, надо играть на танцах. А я с контрабасом, машины у меня нет. И я вот в трамваях, в троллейбусе с этим контрабасом, как со слоном. Я должен был куда-то приехать и обратно так же уехать на этих трамваях. Но это давало возможность играть, что удовольствие и получать какие-то небольшие деньги. В этом прелесть вот этого вашего фильма, что он рассказывает вроде как о неудобствах и сложностях, но это все весело и как бы радостно выглядело. А вы никогда больше на контрабасе больше не играли? Нет, я когда, честно говоря, когда я пришел работать на студию уже, я продал контрабас там у какого-то молодого парня тоже контрабасисту продал. А купил я контрабас в магазине, в музыкальном специально. За свои деньги, потому что дело в том, что когда первые разы я брал контрабас в институте, где я учился, но все время это было невозможно. Надо было купить, если я хотел уже продолжать играть, я купил контрабас в магазине и у меня был контрабас. Но потом я уже не играл, я уже снимал кино. Хорошая история. Какой джаз вы играли тогда? Какой им? Ну, джаз у нас не было. Да, я кроме этого я играл на скрипке на скрипке в Ленинградском молодежном эстрадном ансамбле, который был, мы ездили на фестиваль молодежи студентов Москвы в 57-м году. Я играл на скрипке. Это был очень хороший ансамбль. Дирижер был профессиональный Анатолий Семенович Батхин, такой известный в Ленинграде музыкант. И я, ну, потом это было скрипка скрипкой, а, так сказать, для того, чтобы играть в джазе, надо было что-то джазовое. Я вот стал играть на контрабате. Да, хороший сервер. Но я вам открою секрет, Петр, что у нас на радио работают все музыканты, поэтому нам очень хорошо знакома эта история, когда человек, да, музыка и телевидение или музыка и журналистика, это всегда. У нас все так получилось, что все бывшие музыканты. Так что в нашей маленькой компании все равно. У меня даже в фильме это использовалось, у меня сохранилось даже несколько фотографий, когда меня сняли, когда я играю на контрабате. Да, здорово. У меня даже эти сохранились фотографии, да. Ну, в общем, вот документалистика, которая открывает целый срез эпохи вот через человека, это, конечно, очень здорово. Рекомендую всем, кто слушает, смотрит нас, Петр Мостовой. Ну что, давайте тогда подведем итог. Собственно, я не хочу подводить итог, потому что вы еще молоды и вы еще полны сил, насколько я вижу и слышу. В принципе, да. У вас огромная фильмография, у вас много информации в интернете, у вас есть свой YouTube-канал, всячески рекомендую, между прочим. Ну и что, Петр? Да, да. Википедия, да, Википедия тоже есть, но, как всегда, сжато и, так сказать, сухо, но все, факты правильно изложены. Так что можно понять. Это здорово говорить с человеком, который целая эпоха вообще, в том числе и в документалистике. Это здорово, конечно. Ну, я хочу еще раз сказать, что фильм надо посмотреть, именно потому, что он очень удачно показывает вот то, что ты сказал, вот этот срез эпохи, там и смешно, и грустно. Вот это то, что, в принципе, и должно хорошее кино показывать, да, когда тебе, с одной стороны, весело и радостно, но, с другой стороны, ты очень четко понимаешь, что происходит, да, и какие проблемы возникают, и насколько это общество непростое было для житья. Но поэтому я очень рекомендую всем этот фильм. Вы можете купить билеты на сайте TJFF, у них там есть эти билеты, и посмотреть фильм Петра Мостового. Мы очень рекомендуем. Рекомендуем. Ну, хорошо. И Петр, вам большое спасибо. Я вам хочу... Иногда, иногда я беру дома, ну, на компьютере смотрю свой фильм, вот этот же, думаю, я все думаю, ну, все ли хорошо, может, я что-то не так сделал, не так смонтировал, нет, смотрю, а жена говорит, ну что, тебе нравится твой фильм? Прекрасно. Я говорю, нравится. Прекрасно. Это перфекционизм, это нормальная история любого творческого человека. А хорошо ли я это сделал? Такие, да, хорошо. Да, и вот там заканчивает фильм «Красный шарф», эпизод, когда я, ну, мальчик, но это я, когда я хотел попасть на елку, новогоднюю елку в дом пионера. Ну, надо посмотреть. И, в общем, это действительно было, это когда я делал фильм, я вспомнил этот эпизод, как я на эту елку хотел попасть и чем это кончилось. Это все реально. И даже в фильме, кстати, «Красный шарф» написано, все, что здесь происходит, это все было в реальности, это все правда. Это все. И история, и история, так сказать, и с этим пальто Ленина, и то, что меня не выпускали, я пытался, я пытался, лет 20 меня не выпускали никуда, ну, может быть, там 15, в капиталистические страны. я пытался понять, почему писал письма, там, нигде нет, претензий не отписали, и только один раз меня вызвал, когда, значит, я очередное письмо написал ЦК партии, ЦК КПСС, меня вызвал сотрудник этого ведомства, вот, ну, и вот он сказал, почему меня не пускают, что тоже было правда, все правда. Хорошая страна, хорошая. Такую страну потеряли. Бомбир был вкусный. Ну, да, в общем. А мы, на самом деле, мы много раз об этом говорили, что, да, со стороной было все понятно, но, тем не менее, вот эти вот куски у нас было у всех, ну, не у всех, у многих, да, было как бы счастливое детство, в котором были вот эти вот эпизоды радости и надежды. Были, конечно, конечно. Я поэтому и вспоминаю, и делая фильм, так сказать, у меня нет какой-то там обида на что-то, что я чем-то там... Нет, нет, я вспоминаю с радостью то, что было. Так лисякли, ну, это было. Вот так было. Да, абсолютно. И вот абсолютно этот фильм ваш это передал, что вот на этом фоне все равно была такая вот счастливая, местами грустная, но веселая, счастливая. Все равно был праздник какой-то. Интересно, да, жизнь была интересная. Петр, мы с тобой, леди джентльмены, всячески рекомендую. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Хорошо. Жалко, что теперь из-за этого коронавируса фестивали стали онлайн и не собираются где-то. Вернутся, Петр, вернутся. Годик и все встанет на свои места. Мы же понимаем это прекрасно. Мы надеемся. Я бы, если бы этот фестиваль был нормальный, я бы с радостью прилетел бы в Торонто и, так сказать, был бы на просмотрах и общался бы. И это было многократно. У меня вот висит такая вот тут такие эти все, которые выдаются. Да, легально. Штук 30, эти бейджики эти. Я был на многих фестивалях, я был членом жюри таких международных фестивалей восемь раз. Ага, ага, ага. Вернутся, это все вернется. Ничего. Ну, будем надеяться. Да, мы молодые, крепкие, ничего, ничего, дай бог. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...